Почти тысячи человек в гидрогостюмах заходят в воду. Первый этап Кубка чемпионов на открытой воде стартовал в Крылацком. По сравнению с прошлым годом количество желающих проверить свои плавательные навыки выросло в разы. А для некоторых такие заплывы стали частью семейной традиции. На открытой воде я плаваю сегодня первый раз и в гидрогостюме тоже, поэтому моя задача просто проплыть. Но по результатам я планирую где-то за 25 минут. Это моя желая Екатерина. Мы плывем сегодня вместе. Цели у нас, конечно, сегодня не амбициозные, но постараемся закончить дистанцию достойно. У нас все заплывы семейные. Кубок чемпионов – это соревнования, совмещенные с праздником. Дистанция 1852 метра, то есть одна морская миля. В заплыве профессиональные титулованные пловцы и просто любители поплавать. Для новичков достаточно только не утонуть на дистанции и доплыть до финиша. Это уже приравнивается к победе. Пусть хотя бы только и над самим собой. Вообще организаторы старались сделать Кубок чемпионов максимально открытым для участников. Чтобы стать участником, надо иметь минимальные навыки плавания, надо иметь силу воли, надо пройти инструктаж, где все это проверят обязательно специалисты. Потому что в теории, конечно, можно представить себе, что ты проплывешь на открытой воде, но это совсем немножко не то, что в бассейне, когда ты можешь в любой момент сойти с дистанции. Здесь, конечно, тоже можешь сойти, но это некая такая небольшая проблема. Поэтому мы проводим обязательно серьезный инструктаж. Но у кого серьезные намеренные желания, в принципе, никаких ограничений нет. Вход на трибуны грибного канала в Крылатском был бесплатным. Около 2000 зрителей пришли поддержать спортсменов. Плавание, как оказалось у многих болельщиков, занимает важнейшее место в жизни. Я регулярно плаваю. Вообще-то я служил в специальной разведке в Германии. Мы плавали в форме, с автоматом, за плечами. Там были жесткие нормативы. Плавание, чем оно отличается? Надо начинать тренироваться в 4-5-6 лет. И к 10 годам уже огромные нагрузки, тренировка. Это люди очень тренированные, дисциплинированные. Ну и я рак. А раки любят воду чистую и свежую воду. Так что я регулярно участвую в этом. Неудивительно, к финишу первыми пришли профессиональные пловцы. Среди мужчин победителем стал многократный призер Кубка мира по плаванию Даниил Серебренников. Приехал и сразу увидел, что народу стало раза в два, наверное, больше, чем в прошлом году. И значимость соревнований с каждым годом растет. Я думаю, что в следующем году эти соревнования еще будут еще более масштабные. Тем более Геннадий Андреевич приехал в Дзюганово. Все его видели. Спасибо ему, что навестил, нас посетил, посмотрел на деле. Как плавают вообще марафонцы, как это вообще быть человеком, который плавает не только в бассейне, но и в открытых водоемах, в открытых морях, океанах. Даже иногда попадалось и с крокодилами, и с акулами. Елизавета Горшкова! Титулованная плавчиха Елизавета Горшкова считает этот этап Кубка чемпионов достаточно легким. Теплая вода без волн, да и среди девушек конкуренции практически не было. Мальчики между собой разбираться стали на финише, а всю дистанцию держали не на очень высокой скорости. Поэтому мне удалось держаться у них в ногах и доплыть к финишу первой. Кубок чемпионов, спортивный клуб КПРФ, как и все свои мероприятия, в этом году посвятил 70-летию Великой Победы. Следующие этапы Кубка пройдут в Липецке, Сочи, Воронеже. А завершающий этап состоится в сентябре в Иркутске. Иван Жушман, Алексей Шаляков и Николай Прокопенко, КПРФ ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова